Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 станет укрепление соблюдения субботы. Жизненно важное достояние Израиля в соблюдении традиций. Конец цитаты. Ну и он пообещал, что и впредь так будет поступать. Ну что, тут, как говорится, получается все правы, и Маклев прав соблюдать традиции. Это вот, ну как, должно быть у нас в Израиле законодательно даже записано, что вот шаббат надо соблюдать. Ну и правы, наверное, те, кто не смогут нарально существовать эти сутки, куда-то там добираться, передвигаться. У вас есть понимание того, это извечный конфликт, это вот то самое пресловутое статус-во, с которым надо мириться, или же это что-то уже другое? Павел. Ну, для нынешнего состава правительства это не другое. Это норма. Я хочу внимание. А что, было бы другое правительство, было бы по-другому? Были примеры другого поведения. Я помню, при бараке, когда перевозили какую-то 50-метровую чушь. А, часть электростанции или турбину, что-то в этом роде. Что-то было, да. Перевозили по субботам, несмотря на требования ортодокса. Были примеры, но политическая ситуация у нас такая, что ввиду того, что Бенни Ганс объявил, что они собираются выходить из правительства, значит, главная центральная партия, Бениамин Натаньягу, целиком и полностью начинает опять зависеть от своих коалиционных партнеров. И поэтому там суточные неудобства, которые будут причины десяткам тысяч людей. Да, предполагается, что сотням тысяч, а может и миллионам. Ну, не знаю. Я беру осторожную цифру. Это все-таки Айлон, который здесь в районе решен лиционом. Дело не только в Айлоне, там поезда встанут, движение поездов. Поезда встанут, да, но это с вечера четверга до наступления субботы, то есть сутки. Понятно, что... Ну, неважно. Смотри, даже если миллионов, я могу согласиться с миллионом, но устойчивость правительства и коалиции важнее, чем вот ваши вот эти штуки, что вы куда-то там не попадете, или болельщики футбольного клуба Апоэль Бершев опоздают на финальный матч Кубка Страны, что им грозит, кстати. Болельщики такое дело опасное. Вот. Поэтому, смотрите, я думаю, что девизом действия сегодняшнего правительства могут стать слова, сказанные Бениамином Бениамином Атаньягу в разгар протестов против судебной реформы, когда там летчики говорили о том, что мы не пойдем на резервистскую службу и так далее. Знак протеста против судебной реформы. Бениамин Атаньягу сказал, что страна может обойтись без пару эскадрильей, а вот без устойчивого правительства она обойтись не сможет. И поэтому этот лозунг распространяется и на эскадрильи, и на неудобства простых граждан, и на перекрытие дорог, дорог, железных дорог и так далее. Потому что люди, пришедшие к власти, считают, что они наибольший, наилучший вариант для этой страны. Это, естественно, для любого политика. И поэтому самое главное у этой власти оставаться и вести дальше страну по тому пути, по которому они решают ее надо вести. Вот. И пока у нас политика так будет, религия так будет влиять на политику, у нас и дальше так будет. Я не уверен, что при другом правительстве, если бы в нем были ортодоксы, было бы принципиально что-то другое. Вот и все. Поэтому... Да, понятно. Чему что-то удивляться, скажем так? Не будем удивляться. Лазарь, не будем удивляться? Ну, конечно, уже удивляться не будем и нечему. Но я бы хотел высказать, так сказать, две противоречащие, так сказать, два противоречащих друг другу тезис. Во-первых, господа, закон о субботе никто не отменял. Он есть и существует, и в нем прописано резцом по камню, что любая деятельность, любая производственная, рабочая, торговая и иная деятельность, кроме молений, в шаббат запрещены государством Израиля. Не помню, какие там предусмотрены санкции, но знаю, что за работу в субботу, например, те торговые предприятия, которые якобы называются русскими, а русскими не являются, но работают и получают огромные прибыли во время работы в выходные дни. Они платят и большие-большие-большие штрафы, и это вошло в рутину получения прибыли, дележка с государственными штрафами и так далее. То есть закон такой есть. Окей? Второе. Вот этому, вот этой вот компании, вот этой комарильи, им осталось регать и маклевать уже недолго. Понимаете? Это правительство стоит... Правительство стоит на одной ноге, и эта нога дрожит. Мы прекрасно это понимаем. Спорно, не спорно. Это вызывает тогда на разбор полетов тех, кто уверен в непогрешимости Ликуда и Биби Нитаниаку. Они скажут, что это не просто спорно, а что это бесспорно. А я считаю, и как многие, я считаю, что кризис правительства уже начался. Хотя бы... Я не верю никаким опросам, никогда не верил, и верить им нельзя. Но позавчерашняя, кажется, встреча трех лидеров оппозиционных партий, которые собираются каким-то образом действовать сообща, пока непонятно каким, но они уже провозгласили, что они создают некую силу, которая может привести к смене правительства без развала... Ну, без распуска Кнесета и без парламентских выборов. Я не думаю, что такое событие и такая тенденция говорит о том, что правительство крепко, как никогда, и выиграет бойны, которые проигрывает, воскресит мертвых и возвратит неизвестные из судьбы заложников. Понимаете? Поэтому маклевать осталось недолго. Пусть помаклюют. Им это хорошо известно, как это делать. Они видят, в чем компенсация, они знают, как это происходит. Затем... Извините, я сразу оговорюсь, что это не каламбур со словом маклевать и так далее, но это просто обыгрыш фамилии героя, вот этого нашего героя, который сказал нам начхать на убытки, нам еще делать что-то на ваше мнение. Мы придерживаемся традиции и закона. Он сказал, он сказал. Я не хотел забрасывать эту мысль, так сказать, так далеко и так тревожно, но представьте себе, какие будут завтра пробки. Потому что, конечно, люди, которые не попадают на Айлон, а Айлон будет закрыт фактически весь, не надо говорить только о юге, он закрыт и на юге, и на севере, он закрыт весь, и прекращено движение поездов. То есть пути сообщения перекрыты на более чем сутки, более чем сутки получается. То есть люди поедут другими путями. По узким дорожкам Тель-Авива, которые нельзя назвать дорогами, это дорожки. Их прокладывали безмозглые люди, либо безмозглые люди, либо не надеявшиеся на то, что Израиль просуществует больше трех лет, либо те, которым было важно, чтобы по этим дорогам проехал и шаг Дизингофа, а больше никто, ну и, естественно, Дизингоф на этом ишаке, а больше никто никогда и не проехал. Вот такие у нас остались дороги. Даже те крупные, более-менее крупные магистрали, которые могут спасти людей, которые поедут завтра куда-то, а поедут, сегодня, завтра, да, эти дороги, там, допустим, Дерхатээси, Машалом, Мошедаян и так далее, они настолько неравномерно построены, настолько безмозгло проложены, что они где-то делают три дороги, ну, три, как это называется, трехрядное движение, где-то двух, а потом превращаются в однорядные, одна и та же улица, вот, переходя из города в город. И, конечно, это будут дикие пробки. Так вот, я что хочу сказать, только, пожалуйста, не записывайте это на мой счет и относительно мою совесть. А есть ли, не дай бог, то, что было в течение этого года? Вот в момент, когда собрались десятки тысяч машин, стоящие в пробке, и выбраться из этих машин невозможно лечь на землю, как положено по требованию службы тыла. Ничего сделать нельзя. Что начинается? Паника, давка. Об этом подумали? Об этом не подумали. Потому что важно не жизнь человека, в прямом смысле слова, не условия жизни человека, а важны соблюдения традиций и крепость коалиции, построенной на мракобесах, жуликах, коррупционерах и коалиционных друзьях. Ясно. Спасибо. Спасибо. Теперь давайте я хочу все-таки вернуться к основному скандалу с министром транспорта Мирей Регев, который начался после того, как на 13-м израильском телеканале вышло расследование журналиста Равьева Друкера, в котором с помощью документов внутренней переписки министерства и самой Регев с ее приближенными, журналисты делают вывод о том, что в офисе Регев была разработана так называемая система светофор. То есть, Минтранс выделял больше денег на развитие транспорта в тех городах, которые исправно голосуют за Ликут, и меньше городам с электоратом других партий. И вот здесь я перехожу, собственно, к своему вопросу. Я начал этого опроса, результата вопроса. И там было, что 63% опрошенных считают, что Регев должна уйти в отставку после этого расследования. Но в то же время Ликут, согласно этому вопросу, ярким представителем которого является Мири Регев, поднялся на три, пусть и виртуальных, но мандата. Вот скажите, пожалуйста, как вы можете это объяснить? Вот прошло расследование, о нем спорят, о нем его обсуждают. Как такое могло быть? Большинство опрошенных говорят, что героиня этого расследования должна уйти в отставку. Но тем не менее, виртуальное голосование вот в пользу Ликуда. Павел. Ну, это легко объяснимо. Голосование за Ликуд сегодня, голосование за Бениамин Натаньяев. Не за Мири Регев. Мири Регев заботилась, распределяя государственные бюджеты, заботилась о своих личных политических интересах на праймере с Ликуд. в чем ее, собственно говоря, обвиняют и из-за чего началась проверка перед тем, как принять решение возбудить уголовное расследование против нее или нет. Потому что это явное подозрение на потерю общественного доверия со стороны государственного чиновника, хотя и избираемого. я надо сказать, что после того, как я услышал выступление генерального, я сейчас перекинусь отсюда с развязки Моши Даян в решенном цели в Гаагу, когда я услышал выступление Карима Хана, которым он поставил на одну полку лидеров террористической организации и лидеров нашей страны, я подумал, что это может укрепить Натаньягу, что народ как бы условно бросится на защиту нашего премьера, которого обижают. Конечно. И несправедливо обижают в контексте вот этого утверждения господина Хана. И по моему мнению, поднятие Ликуда на 2 или 3 мандата это как раз свидетельство того, что народ не хочет дать наших в обид, в обиду, скажем так, какому-то там гагскому уголовному суду, который сравнял нас с террористами. Вот. Мир Регев здесь неопределяющий человек. Во-первых, я хочу увидеть, как начнется расследование, если начнется расследование. А то, что вскоре после этого расследования решение о перекрытии развязки Моша Даян не было отменено, оно так и осталось в силе, для меня означает, и это будет риторический вопрос нашим телезрителям, попробуйте показать, какой палец правой руки правящая партия Мир Регев показывает всем нам после этого расследования. Расследование это пока только журналистское. После этого журналистского расследования, которое было опубликовано в двух сериях Регев. Вот. Она знает, пока у нее есть прикрытие в партии, пока у нее есть прикрытие сверху, вряд ли что-то там 63% которые считают, что она должна уйти в отставку, ну и считайте. Что вам нам сделать? Я, кстати, в отличие от Лазаря не считаю, что положение правительства шатко, потому что 64 мандата у них останутся всегда и они никуда не денутся. И то, что там объявили Гидон Сара, Вигдор Либерман и там Ярлапид, ну они и были всегда в оппозиции. Правительство с этим работает уже полтора года и никакой реальной угрозы правительству нет, потому что реальная угроза правительству может быть, если на улице выйдет миллион человек, чего я не вижу, или то, что правительство развалится изнутри, чего я тоже не вижу, потому что они видят, что они могут проиграть выборы. Поэтому пока, по моему мнению, им ничего не угрожает и поэтому они будут на все ваши журналистские расследования и недовольство о перекрытии дорог класть что-нибудь там, скажем так. Ручатку. В данном случае. В данном случае. Лазарь, слово тебе. Как ты считаешь, Регев погорит на этом расследовании и это как-то повлияет на ситуацию выборную с Ликудом или же нет? Конечно, нет. Она не погорит. Она действительно, пока существует, это правительство, которое так считает устойчивым Павел, а я не считаю, но тем не менее, оно действительно существует и с этим надо как-то считаться. Пока оно есть и пока есть эта коррумпированная верхушка, пока она руководствуется вот такими принципами своего государственного в кавычках, а точнее антигосударственного поведения, конечно, ничего не будет. Вы можете, как пел мой друг Леня Сергеев, вы можете орать здесь хоть до ночи, но пленку я давно истратил всю. Поэтому мы можем орать хоть до ночи, ничего не будет. Ее, я думаю, эти расследования только забавляют, потому что чем они громче и чем они газетнее, так сказать, тем больше к ней доверия и восторга щенячьего от тех, кого она обласкивает своими вот такими действиями. Вот. Затем журналистское расследование замечательно, но это не отергейт, поэтому за ним должно пойти некое экономическое расследование, не говоря уже о уголовном или еще каком-то. Вы знаете, поскольку лет у нас раскручиваются еще более громкие и опасные для страны и людей дела, а уж на это надеяться не на что. Тем более, что она прошла Крым и Рим в полном смысле этих слов и даже во всех их значениях. Она такое видела, вам не снилось, пока она делала свою карьеру. Так что ее вот эти вот штучки этим не запугаешь. У нее хороший громкий базарный голос, у нее замечательная поддержка во всех сферах, перед которыми она заслужила эту поддержку, поэтому ничего не будет. Будет что? Будет очередная потеря миллиардов, ну и что нам первый раз потерять миллиарды за поведение Биби Нитаньяго и его клики? Нет, все нормально. Я считаю, что ничего не будет. Ничего. Ясно. Спасибо. И последний вопрос. У нас осталось немного времени. Еще одно журналистское расследование. На сей раз газета The Guardian. Героями этого расследования стала израильская служба МОСАД, ее в ту пору руководитель, а теперь уже экс-руководитель Йоси Коэн и ГАГский уголовный суд, который вот у нас до сих пор на слуху и непонятно, как он теперь это отразится на его решениях в нашу пользу или наоборот против. Суть этого расследования заключается в том, что почти в течение десяти лет МОСАД вел как бы расследовательскую деятельность в отношении сотрудников Международного уголовного суда, в том числе против прокурора. Там была прослушка, угрозы и ряд прочего. И все это делалось для того, чтобы воспрепятствовать или во всяком случае затруднить расследование Международного уголовного суда в отношении Израиля. Израиль в официальном ответе на запрос Guardian отметил очень туманно, неустойчиво, но по сути дела в общем-то не шибко и отрицал такую возможность, скажем так. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд в деле защиты интересов страны все методы хороши или же все-таки есть какие-то красные линии? Павел. Ну, мы видим, что если красные линии есть, то нам непонятно, где они проходят. Потому что на самом деле я тоже отметил, что канцелярия премьер-министра на вопросы газеты Guardian ответила туманно. Очень туманно. То есть не было полного отрицания того, что там все вранье не было, потому что Guardian... Не очень все точно, что там много фальши, что там это, это, но отрицания не было. Ты, кстати, назвал, что это Израиль провел расследование. Это вот Равив Друкер провел расследование. Израиль просто шпионил за прокурором суда в Гааге, скажем так. Ну, Гардион не просто шпионил, а даже угрожал. Ну, шпионил, а потом и угрожал, да. Но это никакой не было расследования. Это было еще с предыдущим прокурором, госпожой Бен Судой, когда она заявила, что она хочет расследовать возможные преступления Израиля военные в Иудее и Самарии. Там это было в 19-м году, в 20-м и так далее. И за Каримом Ханом, по-моему, там тоже были. Мы им чуть ли не внедрили нашу знаменитого Пегаса телефонную шпионскую программу. Это, конечно же, не будет способствовать более благоприятному отношению к нам международного в Гааге. Я не знаю, насколько это может повлиять на карьеру самого Йоси Коэна. Он у нас вроде бы в политику собирается податься. У нее серьезные планы. Но понятно, что для меня понятно, Йоси Коэн не действовал по своей инициативе. Он получил добро на самом верху. Конечно же, в целях защиты интересов страны, естественно. Это не поспособствует отношению к нам международного сообщества и суда. Гибель десятков палестинцев после наших точной ликвидации двух хамазских боевиков. А через два дня еще, по-моему, 21 человек погиб в районе Рафиеха. Это все накапливается для не очень хорошего решения Гаагского уголовного суда справедливости через месяц. Они сказали, они в своем решении, в котором сказали о том, что мы должны прекратить действия в России в случае большого количества жертв, а оно пошло большое количество жертв. Они дали нам месяц, чтобы мы через месяц предоставили отчет. Вот в конце июня мы посмотрим, какой будет следующий шаг Международного Суда Справедливости в Гааге. Но пока складывается все совсем не в нашу пользу. Спасибо. Лазарь, что ты думаешь по поводу гипотетической операции Масада? Да, я согласен, что это все тревожно и тревожно и тревожно. Да? Потому что, да, действительно, через месяц это может вылиться в вынесение ордеров, предъявление ордеров лидерам страны Биби Нитаньягу, Галанту, а там уже пойдет просто эффект домино, и это может отразиться на военных командирах, на политических деятелях, на чем угодно, и невыездными могут стать сотни видных господ. Кто-то может быть и по делам, а кто-то и нет. Это плохо, потому что здесь действительно красные линии настолько переплетаются, и не поймешь, где красные линии касающиеся личности той или иной, и где красные линии интересов государства. Тревожно, плохо. Но с другой стороны, с одной из сторон, вот знаете, скажу крамольную вещь, после катастрофического, ну, позорного и непростительного провала внешний и внутренний разведок, которые привели к гибели полутора тысяч человек, и последующим потерям, военным потерям, уже приближающимся к семистам. Я не говорю о раненых, я недавно был в больнице Сараски, я это видел, не дай бог, в каком, что это за раненые, и какие-то прекрасные лица, и какая тяжелая жизнью ждет. После этого некое сообщение о все-таки не мифической, а действительной силе внешней разведки МОСАД, вот, меня каким-то образом, ну, не то, что радует, но хоть бы, хотя бы чуть-чуть успокаивает. Я не уверен, что это самое лучшее применение было сил и возможностей МОСАД, но, слава богу, значит, они все-таки есть. Значит, не все растеряно, не все растеряно этими позорниками и позорницами, которые довели нас до этой штуки, которая произошла седьмого, трагедия седьмого октября. Вот, я думаю, что, ну, можно где-то внутри, может быть, не высказывая, но подумать, а, мы еще что-то умеем. Теперь, я думаю, что половина из того, что предъявляется ложь, я думаю, что угроз личных, не было, что давление некое, какое оказывалось, оно все-таки производилось какими-то действиями, действиями достаточно легитимными и достаточно, ну, конвенциональными, вот, как это умеет делать политика и разбитка. Труднодоказуемым. Труднодоказуемым. Вот. Вот, я бы это, честно говоря, просто-напросто проигнорировал бы и не обсуждал ни нами, ни в газетах, ни политиками, потому что это именно та область деятельности секретных и такого рода силовых служб, которой публичность только вредит. Вот они сказали, вот они написали, ну, и этот с ними. И не надо это обсуждать. Если мы это начинаем обсуждать, мы можем залезть в некую область, которая только повредит. Было? Не знаем. Не было? Тоже не знаем. Коллеги, спасибо за этот разговор. Напомню, что в нем принимали участие израильские журналисты Павел Маргулян и Лазарь Данович. Еще раз спасибо и всего доброго. Вам Продолжение следует...